Привет всем, меня зовут Яна, и в этом видео я расскажу вам о том, как создавать и монтировать видео так, как это делают южнокорейские ютуберы. Однако, перед тем, как начать монтировать видео, нам необходимо его сначала создать. И для создания видео есть несколько основных принципов, которых стоит придерживаться. Первое. Определиться с темой и написать сценарий. Чем конкретнее у вас будет тема, чем конкретнее у вас будет сценарий, тем проще вам будет потом монтировать видео. Если вы напишите еще и полный скрипт своего текста и будете его просто читать, то вы значительно больше времени экономите себе. Текст полный... сократили себе... Если у вас еще будет полный скрипт текста, то считайте, вы сократили себе в два, а может быть и больше раз времени для создания видео. И значительно облегчили себе жизнь во время монтажа видео. Второе. Качество видео и звука. Желательно снимать видео в светлом помещении и в очень тихом. Если качество видео еще может кое-как хромать, ну, я бы сказала, желательно, чтобы оно было не самого низкого качества, а что-то среднее и выше, и там уже сойдет. Но я больше всего делаю акцент именно на звуке, потому что звук определяет, будет ли зритель смотреть его дальше или пролистнет дальше. Если у вас вдруг будет возможность, я бы посоветовала вам купить петличку, чтобы прицепить ее себе поближе к карту, и можно было спокойно говорить и не беспокоиться о том, что где-то на заднем плане едет мопед. Надеюсь, его не было слышно. Или, если у вас есть длинные проводные наушники, я обычно в самом начале, когда только начинала YouTube, ставила камеру себе на статив и проводила свои проводные наушники так, чтобы мини-микрофончик, который рядышком с двумя наушниками, мог находиться поближе к моему рту. Он тоже заменял что-то вроде петлички. Итак, о том, что нужно держать камеру горизонтально, о том, что нужно находить себе хороший ракурс лица, чтобы потом не было так неловко смотреть на себя во время монтажа видео, и дальше, когда оно будет загружено на YouTube, и далее, и далее, и тому подобное, я надеюсь, вам не нужно объяснять. Давайте приступим к самой интересной части — монтаж видео. Я использую две программы для монтажа видео, и я не знаю, насколько они популярны среди русскоязычных ютуберов, но я знаю, что они очень популярны среди южнокорейских ютуберов. Первая программа — DaVinci Resolve. Да, это очень классная программа. До этого я работала с программой Premiere Pro, и она была тоже очень хорошая, и Premiere Pro, насколько я знаю, очень известна среди клипмейкеров, и даже кинорежиссеров и так далее, но у нее есть один большой минус — она платная. Я поработала с ней один или сколько месяцев, не помню, пробного trial version, когда можно было спокойно ею пользоваться, это были самые счастливые моменты моей жизни, но потом пришла неожиданная беда, точнее ожидаемая. В общем, мне сказали заплати или не пользуйся ею. В общем, я не смогла ею заплатить, потому что у меня жаба душила, и я начала искать другие альтернативные программы для монтажа видео, и наткнулась на DaVinci Resolve. В описании под этим видео вы можете найти ссылку для скачивания этой программы. DaVinci Resolve является как платной, так и бесплатной. Есть бесплатная версия, у нее отсутствуют какие-то супер-мега навороченные параметры и функции, но тем не менее, это не отменяет того факта, что у нее остаются бесплатными две основные функции, которые мне просто ну очень нравятся. О том, как монтировать видео в DaVinci Resolve, давайте я расскажу вам поподробнее и уже без моего лица. Итак, как только вы скачаете себе DaVinci Resolve, можно приступать к работе. Создаем новый проект, называем его как-нибудь, и жмем на кнопку Create. Добавляем в рабочую область видео и звук, если он у вас есть. И выскакивает такое окошко, спрашивают, можно ли изменить разрешение видео для работы в программе, и мы разрешаем. Итак, у нас есть рабочая область первая, где хранятся видео, аудио и так далее, и есть рабочая область вторая, где можно уже непосредственно видеть аудио и видеодорожки. Я предпочитаю работать в первой, второй, в третьем отделе. Третий отдел называется Edit. Перетаскиваю видео в рабочую область номер 2 и добавляю свою аудиозапись, сделанную посредством микрофона. Корректирую видео со звуком. Чтобы легче было скорректировать видео со звуком, обычно я делаю хлопок. Можно отдалять или приближать масштаб дорожки. Если записывать только через мою камеру, то звук имеет посторонние шумы, поэтому обычно я полностью выключаю звук своего видео и оставляю только звук своего микрофона. Привет всем, меня зовут Яна, и в этом видео я расскажу вам о том, как создавать и монтировать видео, так как это делают южнокорейские ютуберы. У меня не очень быстрый и сильный ноутбук, поэтому видео немножечко тормозит, но это не мешает мне монтировать видео. Итак, теперь у нас есть рабочая дорожка, с которой можно уже начинать работать. И для этого нам потребуются с вами две кнопки. Первая кнопка мышки, вторая кнопка лезвия. Либо можно нажать их здесь, либо, если вы посмотрите, у них имеются свои буквенные значения, вы можете нажимать на клавиатуре, на буквы, допустим, А, если вы жмете, хотите, чтобы включилась кнопка мыши, или B, если вы хотите, чтобы включилась лезвие. Нажимаем на лезвие, перетаскиваем звуковую дорожку, куда вам нужно отрезать, направляем поближе к этой красной полосе и нажимаем левой кнопкой. Раз и два. Ставим обратно на мышку, чтобы было проще работать, и проверяем. Ненужную часть можно удалить. Либо нажимаете правой кнопкой, и здесь есть кнопка Cut, либо можете просто нажать на кнопку Backspace. Привет всем, меня зовут Яна, и в этом видео я расскажу вам о том, как создавать и монтировать видео так, как это делают южнокорейские ютуберы. Итак, мы выучили с вами, как можно резать видео. Можете каждый раз вырезать ненужные моменты, вставлять, менять положение, туда-обратно двигать в разные стороны и так далее. Самая интересная часть начинается, в которую я обычно сразу начинаю делать до того, как начинаю резать видео. И сейчас посмотрим эту функцию. Есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая дорожка, называется Color. Переходим на пятую рабочую, страницу. И у нас здесь есть очень много разных рабочих областей. Самое главное, нам для начала нужно добавить слои. Нажимаем на кнопку Color в меню, Nuts и Add Serial Nuts. Раз. Два. Я обычно добавляю три слоя. Первый слой изначальный, второй слой рабочий, третий слой окончательный. Результат. Итак, переходим на второй слой и начинаем работать здесь. Что самое классное в этой программе, это то, что можно изменить немножечко цвет своего лица и сделать его более мягким, более гладким, более ровным. Если посмотрите, сейчас мое лицо имеет немножечко неровностей из-за прыщей, угрей, шрамов и так далее. И я хочу его сделать чуть более красиво. Здесь есть пипетка и здесь есть на рабочей области пипетка. Нажимаем на нее, выходит вот такая градиентная линия, три штуки. И нажимаем на здесь волшебную хайлайт, чтобы посмотреть, какие области я хочу выделить. Нажимаем долго, не отпуская левую кнопку и проводим по лицу там, где вы хотите, чтобы области были изменены. Случайно задела область коричневого цвета, а коричневый цвет у меня еще есть и в моем свитере. Что можно сделать в этом случае? Здесь можно в первой, второй и третьей линии менять немножечко диапазон, чтобы убрать из диапазона цвета, который не соответствует коже. Итак, можно примерно оставить так. Чуть-чуть захватывается свитер, но ничего страшного. Главное, чтобы он совсем сильно не проскакивал в нашей выделенной зоне. И дальше происходит магия. Переходим на здесь первой, второй и третьей колонку Color Wheels. По-английски я очень плохо, конечно, читаю. У нас здесь раз, два, три, четыре кольца. Пока что я их трогать не буду. Здесь, если посмотрите, внизу есть первая и вторая страница. Перехожу на вторую страницу и здесь есть My Tone Details. Не знаю, как точно переводится на русский язык, но знаю точно, какой эффект он имеет. Перетягиваю немножечко область, чтобы он был в минусе. И я обычно сделаю минус 80. Можно сделать и минус 100, и лицо будет прям совсем светиться фарфором. Минус 80 меня вполне устраивает. Как было, как стало. Еще раз. Как было и как стало мое лицо. Мне очень нравится это приложение и эта функция, и я всегда ею пользуюсь. Посмотрите, под главным экраном может скапливаться очень много разных клипов, означает, что это каждый кадр можно редактировать. Первый кадр, который я отрезала, он у меня не отредактированный, а второй кадр отредактированный. Можете повторять эти же действия со всеми другими кадрами. Итак, я изменила себе немножечко текстуру своего лица, фактуру, как назвать, не знаю, и хочу немножечко изменить цвета в принципе своего видео, потому что мне не нравится, я вижу чуть-чуть какой-то зеленовато-желтый оттенок, и здесь уже можете играть с этими четырьмя кругами, передвигать кругляшочек чуть-чуть куда вы хотите, если вы хотите более холодные цвета, более зеленые, более красные и так далее, я люблю чуть более красные тона, они придают теплоты. Синий цвет придает чуть более белого оттенка кожи, зеленый мне никогда не нравился. Было, стало. Лицо у меня тоже было чуть-чуть зеленовато и стало чуть более розоватым. Первый наш клип тоже сделаем красивым, таким же, как и был второй клип. У меня немножечко не получается восстанавливать такой же цвет диапазона вручную, что я делаю в этом случае. Нажимаю на правую кнопку в том слое, где я применила изменение контраста цвета и сохраняю этот слой полностью. И теперь могу добавлять его в те кадры, в которых нет еще этого слоя с редакцией цвета. Добавляю на какой-нибудь свободный слой правой кнопкой Add Not и только что был у нас сохраненный первый слой. Окей. Теперь цветовая гамма тоже та же самая, что и в других видео. Итак, возвращаюсь на рабочую область номер 3, рабочую страницу, Edit и продолжаю работать. Выделять, вырезать. Итак, я нажимаю на пробел и означает, что я ставлю Play. Можно нажимать и на эти кнопки, но мне необходимо его создать. Я нажимаю на кнопку Be, режу видео, возвращаю на букву, а здесь тоже надо отрезать видео, и это видео остальное. перед тем, как приступить к монтажу видео, нам необходимо его создать. Выделяю ненужную область и нажимаю кнопку Backspace, чтобы удалилось. Можно нажать на свободную область между двумя клипами, выделяется эта свободная область, и тоже нажать на Backspace, и удаляется свободное место, подтягивается видео, чтобы они шли друг за другом. Мы узнали с вами самые главные функции этой программы, во-первых, это отрезать, разрезать, соединить видео, и во-вторых, моя любимая программа, это сделать лицо более ровным, красивым и гладким, а также изменить цвет. Далее вы можете посмотреть и другие функции у этой программы. Если вы посмотрите в правом верхнем углу, есть функция инспектор, если вы нажмете на нее, можно посмотреть, что есть две колонки видео, где вы можете менять его размер, делать больше или меньше, менять его угол, если вдруг что-то неправильно пошло, можете всегда вернуться к исходным настройкам, к исходным настройкам и так далее. Дальше в левом верхнем углу есть кнопка Effects Library. Вы можете увидеть, здесь есть разные титры. Очень тяжелые, конечно, эти титры, но интересные. О, есть такие милые. И так далее. С титрами вы можете поиграть тоже сами. Видеопереходы можно добавлять. аудиопереходы и так далее. Итак, как только видео у вас будет готово, нужно его сохранить. Переходим к последней кнопке в виде ракеты. И у нас открывается последнее, самое главное окошко, где вы можете выбирать разные форматы, в которых хотите сохранить свое видео. Я обычно выбираю формат YouTube 1080, выбираю где я хочу сохранить его. Настройки тоже можете посмотреть в разных и других видео на YouTube насчет этой темы у более профессиональных видеомейкеров. я обычно ничего из этого не трогаю и просто добавляю его в рендер. Он высвечивается здесь в правом верхнем углу и остается только нажать Start Render. Таким вот образом идет у нас шкала, показывающая, что видео обрабатывается и сохраняется в формате MP4. и таким образом у нас заканчивается обзор первой программы DaVinci Resolve. Итак, мы разобрались с вами с программой DaVinci Resolve и теперь у нас на примете осталась еще одна программа, которую южнокарельские ютуберы очень часто пользуются. Называется эта программа Vipson. Я оставлю также в описании под этим видео ссылку на скачивание этой программы. Она является для скачивания бесплатной, но у нее есть дополнительные сеты, которые нужно покупать. Есть, конечно, бесплатные сеты и так далее. Заранее предупреждаю, этой программой, конечно, да, если вы собираетесь прям как южнокорейские ютуберы использовать вот такие эффекты, то можете смело покупать эти сеты, правда, они не из дешевых, конечно, но у них считайте очень большой срок действия, то есть вы за раз покупаете и, по-моему, на сто лет у вас сохраняется право пользоваться этим набором. В принципе, этими спецэффектами можно и не пользоваться, если вы хотите делать видео более лаконичные, более романтичные, более... более... переходим к работе во второй моей любимой программе, по-корейски ее называют BebMix, вообще, это серия от WebShan, имеется очень много разных программ, BebMix является программой монтажа видео, есть еще у меня BebFoto, и это программа для работы с изображениями. Итак, открываем ее, насколько я могу помнить, у этой программы единственный язык это корейский, поэтому я думаю, что с этой программой будет немножечко сложнее работать, чем с DaVinci Resolve, и если вы вдруг владеете корейским языком, хотя бы базовым, то, думаю, с этой программой вы справитесь. Нажимаю на кнопку счетик, хаги, и у этой программы есть функция зарегистрироваться, то есть вам нужно создать аккаунт, я уже его создала и автоматически он у меня заходит в программу. Выбираем видео, которое мы будем с вами редактировать. Я загрузила себе Yonsan Yonsip 1, который мы сейчас недавно с вами рассматривали и немножечко редактировали в программе DaVinci Resolve. Открывается раз, два, три, четыре окошка, синяя, пока трогать не будем, раз, два и три. В первом окошке можно сделать непосредственно редакцию видео, можно добавлять разные фотографии или видео, и таким образом создавать себе видеодорожку, видеоряд или фоторяд. Обычно я работаю в DaVinci Resolve и загружаю сюда уже готовое видео, которое не требует дополнительной редакции, монтажа. поэтому я опускаю первые и вторые пункты и перехожу сразу к третьему пункту, это Chamac. Chamac означает субтитры, и у нас открывается просто вообще рай для меня, если честно. Здесь, если посмотрите, уже представлены это базовые субтитры, которые бесплатные. и если посмотрите, есть такие субтитры, как какая музыка сейчас играет, как будто мы находимся в караоке, есть субтитры, означающие, что как в телевидении канал предназначен для 12-летних и выше, а также для 19-летних и выше, можно добавить разные вопросы, можно здесь менять текст на свой и добавлять разные цвета в каждое слово и так далее. У этой программы минус, конечно, то, что есть очень много разных сетов, но они платные и довольно-таки дорогие. Если вы посмотрите, они закрыты, если вы их не купите, но они очень интересные, каждый раз можно просто смотреть и рассматривать их в магазине на сайте официальном и просматривать, как они выглядят, как они будут смотреться на видео и так далее. Посмотрите на самом сайте, если вдруг вам будет интересно. Добавить их как вообще нельзя, нужно перейти, если пытаетесь их добавить, в магазин айтемов и так далее. Мы пока не будем этого делать. У меня есть набор моих пакетов. Я купила пять разных пакетов, некоторые дешевые, насколько я могу помнить, это был дешевый пакет. Что мне нравится в этом пакете, здесь есть очень много видеоэффектов, которые выглядят, как будто мы снимаем какое-то аниме. Можно сделать так, чтобы голова немножечко разбивалась. Все, что я себе добавила вдруг быстро-быстро-резко отображается здесь на правой стороне. Можно удалить, если вдруг случайно не в том месте добавили и так далее. Давайте попробуем сейчас добавить субтитры. Я обычно использую свой самый любимый сет. Очень милый, очень яркий. Итак, я начинаю говорить, я примерно отмечаю, где начинается у нас речь моя, и добавляю какой-нибудь красивый формат. допустим, давайте доберем формат с сердечками. Меняю текст. Можно его писать по-русски. Привет всем, что я сказала? Я уже не помню. Привет всем, меня зовут Яна. Меня зовут Яна. Добавила себе текст. Итак, нам нужно посмотреть, чтобы текст не переходил в тот момент, когда я уже произношу другую речь. и смотрим от начала. Привет всем, меня зовут Яна. Яна остановила там, где я заканчиваю на слове меня зовут Яна. Сказала я это на секунде и 9 миллисекундах. Можно посмотреть и добавить прям сюда нажать цифры на клавиатуре 1 и 9. Либо можно потихонечку двигать вперед и назад по стоялочкам и смотреть уже вручную, когда заканчивается текст меня зовут Яна. Вот здесь он заканчивается. Дальше можно добавить новый текст. И создается следующий текст уже все ниже и ниже и ниже и дальше он будет пополняться. меняю здесь и в этом видео давайте выделим красивым желтым цветом. Итак, когда я начинаю говорить и в этом видео заканчиваю на 3 секунде 7 миллисекунд тройка 7 миллисекунд можно сделать покса, что означает вы копируете субтитры если вдруг вы хотите те же самые субтитры в том же самом стиле но только с измененным текстом он не хочет двигаться все время посередине только вверх и вниз двигается поэтому нажимаем на эту кнопочку и теперь мы можем свободно передвигать текст по экрану я делаю его чуть-чуть поменьше не таким маленьким чуть-чуть побольше ок так думаю хватит создавать и монтировать давайте синим цветом добавим и в этом видео я расскажу вам о том как создавать и монтировать видео так как это делают южнокорейцы как это делают южнокорейцы добавим вот такой очень веселый шрифт не обязательно создавать субтитры так же как и вы произносите текст что мы здесь можем сделать нового итак мы с вами установили тайминг когда начинается когда заканчивается и есть еще две хорошие очень интересные функции первая добавить звук если вы послушаете можно добавить разные звуки итак я добавила звук мир и до называется и можно добавить эффекты допустим появление справа стирается и кстати эти появления тоже платные есть основные 1 2 и 3 функции точнее даже две потому что первая функция это нет эффектов и все остальные нужно покупать я купила 1 2 и 3 пакета анимирования текста посмотрим какой звук определяется посмотрим с самого начала привет всем меня зовут Яна и в этом видео я расскажу вам о том как создавать и монтировать видео так как это делают южнокорейские ютуберы если вас вдруг заинтересовала эта программа можете приобрести какой-нибудь из один пакетов который вам будет очень интересен и близок по вашей тематике и по стилю и поиграть поразбираться со всеми функциями которые здесь находятся если у вас уже все сделано вы добавили везде субтитры можно нажать на последнюю сохранить и на синюю кнопку сохранить файл видео далее я тоже здесь в принципе особо ничего не трогаю из настроек здесь у меня все автоматически автоматически фрейм 30 в принципе это стандартный фрейм для видео и делаю хвагин выбираю место где я хочу сохранить и сохраняю видео так и таким образом я рассказала вам о двух моих самых классных самых любимых программах для монтажа видео как вам я надеюсь что эта информация была для вас полезной и если это так то ставьте большой палец вверх с вами была Яна и я очень надеюсь что мы с вами сможем создавать очень крутой контент очень интересные видео спасибо что досмотрели это видео до конца и всем пока увидимся с вами пока Продолжение следует...